Всем приветик! Меня зовут Варвара Андреева и вы смотрите новый выпуск программы Ура! Каникулы! Как всегда, вас ждут захватывающие новости и интересные события. И поговорим мы сегодня о профессии парикмахер, о субботниках, о дне солнца, о дне отца и о 22 июня, дне памяти и скорби. Не переключайтесь, мы начинаем! 22 июня 1941 года началась война, которая разрушила многие семьи, забрала много жизней. День памяти и скорби чтят и в 2015 году. Много мероприятий приурочено к этой дате и сегодня мы о нескольких из них расскажем. Прежде чем на площади воинской славы прошли патриотические мероприятия, приуроченные 22 июня, на территорию возле Вечного огня пришел экологический десант. В лице отрядов пришкольного лагеря – наследники Победы. Для уборки у ребят и мешки, и перчатки. Есть добрые люди, есть злые люди. Злые люди засоряют, хорошие убирают. Летом уже субботник. Что вы сегодня нашли? Сегодня много чего. У нас больше проволок. Для нас было чудо, мы нашли стакан. Стекло, сигареты. Скажи, как ты думаешь, зачем проводить субботники? Чтобы здесь было чисто. Мусора не так много, потому что прошли уже субботники, но все равно детки нашли и фантики, и стекло, и бутылки из-под кефира. Ольга – не воспитатель, она мама девочки, посещающей пришкольный лагерь. И она не осталась в стороне. И с удовольствием приняла участие в субботнике. Для того, чтобы показать пример своей дочери, всему подрастающему поколению, что необходимо в жизни принимать активное участие и вырабатывать чувство долга перед Родиной, перед Отечеством. Также взрослые помогли ребятам и в другом деле. Они дали мастер-класс, как с помощью ножниц и белой бумаги сделать голубя мира. Признаемся, не у всех все сразу получалось, но благодаря старанию и терпению голуби получились как живые. Пробудившиеся птицы уже готовы к полету. Их прикрепили к воздушным шарам. Мы делали голуби и сами. Это в честь 22 июня, то есть в памяти скорби, мы сделали голубя мира и будем запускать его в небо для этого шарики. Тяжело было вырезать голубя? Нет, потому что я уже делала во время учебного года два голубя. Одного большого, а другого маленького. Отпускаем! Шары были под цвет флага Российской Федерации. Красные, белые, синие. Еще на этих голубях, когда мы их делали, ребята написали свои самые заветные желания. Ну а самое главное желание – это мир во всем мире. Конечно, многие желали здоровья своей семье. Ну и разные желания были, в общем. Вот, шаров у нас было 20, а желающих отпустить было больше. Поэтому мы даже несколько голубей цепляли к одному шару и отпускали в небо. Солнце – мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира. В Губкинском солнце решили посвятить несколько акций. В пришкольном лагере снова гости. Галина Егоровна Чувелева пришла к ребятам, чтобы вручить победителям и участникам профориентационного конкурса рисунков грамоты. После церемонии награждения ребят ждал еще сюрприз. Все они стали моделями в фейс-арте. На помощь организаторам мероприятия пришли бойцы мобильного трудового отряда главы города. И все они вооружились специальными маркерами. Мы проводим часто такие мероприятия. И везде, где слышно мероприятия с названием «Солнце», то это все приурочено в поддержку людей с онкологическими заболеваниями. Солнышко должно быть желтым, потому что этот цвет яркий, красивый. Неважно, какого цвета солнышко, главное, чтобы оно было. Я не буду смывать солнышко, потому что это красивое. Из ребят выстраивались очереди. У новоиспеченных художников не хватало рук. Однако обделенных не было. Всем желающим были подарены разноцветные светила. Итог этого рисовательного праздника – солнечные лица. С неподдельными положительными эмоциями. Много различных рисунков можно нарисовать на лицах. То есть не только солнце. Можно нарисовать также и улыбки, смайлики. Все, что захочешь. А почему сегодня рисуют именно солнце, как ты думаешь? Потому что на улице дождь, пасмурно было, тучи. И вот за этими тучами у нас закрылось солнце. И то есть мы сейчас хотим вызвать солнце за вот этими рисунками с солнышками, чтобы солнце вылезло и светило. У нас иногда даже в классе девчонки, если делать нечего, лицо разукрашивают. А как ты думаешь, почему нарисовали солнышко? Чтобы солнце появилось. Солнце на улице появилось, чему, конечно, все радовались. Так урок изобразительного искусства для ребят трудового отряда был продолжен на свежем воздухе. Объектом их рисунков стали воздушные змеи. При этом рисунки как будто оживали. И в небе уже парили настоящие воздушные змеи. Воздушные змеи вот эти вот как раз ассоциируются именно с летом, с летним настроением. У нас здесь на севере не хватает солнца, света. И они создают какую-то такую дружескую атмосферу, легкость и света и праздника. Еще когда ходил в современник на авиамоделирование, там были раньше воздушные змеи, мы ходили на стол и запускали. Семен один из тех, кто знает, как нужно управлять змеи. Своими знаниями он, конечно, делился с другими ребятами. Ребята остались довольными, им очень понравилось. И, знаете, ветерок, он был как раз-таки уместен. Он нам был необходим, и как раз змеи поднимались высоко, было интересно. Я даже сама, я получила кучу эмоций, мне очень понравилось. Не детская забава, как бы в любом возрасте все равно проявляются какие-то детские интересы. Даже, ну, как, несмотря на то, что не умеешь рисовать или не умеешь запускать змеи, все равно тебе это кажется интересным, забавным. Каждый занят творчеством. Мне кажется, это очень полезные мероприятия. Они помогают детям объединиться, общаться, быть на солнце, не сидеть где-то за компьютерами. То есть, побольше бы в городе таких мероприятий было. Вот такими творческими нотками был наполнен ветреный летний день. Детское и одновременно взрослое занятие никого не оставило равнодушным. В общем, будет что вспомнить. В пришкольном лагере состоялся конкурс парикмахеров. Интересные прически первыми увидели корреспонденты молодежной студии «Компас». Новое приключение в пришкольном лагере. Сейчас здесь проходит конкурс «Лучший парикмахер – это я». Участвуют все шесть отрядов. И первый этап нужно определить обладательницу самой большой косы. Первое место поделили два отряда. Победила у Русова Полина. Первый отряд 54 сантиметра. И пятый отряд Дусламова Патимат тоже 54 сантиметра. Далее конкурс парикмахеров. Расческу в руки взяли мальчики. Им предстояло заплести косы. Качество, оригинальность, которые даже не подвластны нам взрослым. То есть, насколько она интересна, насколько она изумительна. Я использовала резинку, расческу, ну и руки свои. А кто тебе подсказал сделать именно такую прическу? Мне мама показала, как это делать. И меня назначили парикмахером, потому что я лучше всех делаю. Мне это очень понравилось. А скажи, это было сложно сидеть долго, ждать, пока сделают? Было несложно, но надо было немножко постараться и терпеть. Было больно? Нет. А что тогда терпеть надо было? Терпеть, ждать, пока тебе сделают косичку. Я участвовала в этом конкурсе, мне понравилось. Я пыталась сделать музыку красную. Среди мальчиков лучшими стали трое. Муслим Расулов, Арсений Надарышин и Иван Макаров. Ване во владении профессией помогла сестра. Сложность в том, что надо сделать красивую прическу. Подобрать прическу, если ваш посетитель, так скажем, сомневается. Последний и самый интересный этап – это прическа. В определении лидера участвовали и зрители. В итоге победила Элина Расухина из третьего отряда. У ее модели, по мнению жюри, была самая интересная прическа. Однако красные звезды после конкурса «Лучший парикмахер – это я» появились практически в каждом отряде. Жители пришкольного лагеря также участвуют в общегородских мероприятиях и конкурсах. Расскажем сейчас, как ребята отметили День отца. Выступление Юлии Каптиль призывало всех губкинцев прийти на площадь у Дома культуры «Олимп». Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах мира принято отмечать День отца. У нас в городе решили устроить в этот день спортивные и одновременно забавные соревнования. Вот и ремню нашлось другое применение. Ребята, не прыгай! Идем спокойно, чтобы не упали! Не торопитесь! Вы и так уже впереди! Идем тихонечко! Наши папы охотники и рыбаки, поэтому у нас конкурсы будут проходить как рыбаков, так и по охоте. Папа у нас как воспитатель, как папа наш будет водить детей в детский садик, например, ну и прочее и так далее. Всего шесть конкурсов и две команды – рыбаки и папины дочки. Как вы видите, ребята прекрасно вжились в роль всемогущих пап. Хотя, конечно, есть ошибки, например, в управлении транспортным средством. Если вы беремочку возьмете с самого конечка... Тебе понравились конкурсы? Да, мне очень сильно понравились они. Трудные задания? Нет, не такое уж и сложное, но надо узнать, где левая, где правая и в лифм на среде. А здесь весело? Да, весело. Обе команды показали себя достойными соперниками, но, как обычно бывает, в таких соревнованиях нет проигравших. Все участники, кроме поощрительных призов, получили массу солнечных и позитивных впечатлений. Вот и все новости на сегодня. Позитивных и солнечных вам дней. Смотрите телеканал «Вектор» по телевизору и на сайте. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!